Всем привет! Диод относится к одним из наиболее распространенных электронных элементов, поэтому часто возникает необходимость в определении его исправности. В этом видео мы научимся проверять исправность диодов как вне платы, так и непосредственно в плате. Сама процедура проверки диода занимает всего лишь несколько секунд, но полезно будет затратить немного времени для того, чтобы понять и запомнить сам принцип определения исправности диода. Поэтому рассмотрим очень коротко в минимальном объеме его конструкцию и принцип действия. Практически любой диод состоит из двух соединенных полупроводниковых пластинок разной проводимости. Одна пластина N-типа, в ней основными носителями тока являются электроны, то есть отрицательно заряженные частицы. N сокращенно от слова негатив, отрицательный. Вывод диода, который соединяется с этой пластиной, называется катодом. Вторая пластина – P-типа. Здесь проводимость образует преимущественно дырки, условно называемые положительно заряженными частицами. P произошло от слова позитив, что означает положительный. На самом деле дырки – это отсутствие электрона в атоме, в результате чего в нем проявляются свойства положительного заряда. Вывод, соединенный с пластиной P-типа, называется анодом. Таким образом диод имеет два вывода – положительный анод и отрицательный катод. На чертежах в схемах диод обозначается следующим образом. Главное свойство диода – это его односторонняя проводимость, то есть он проводит ток только в одном направлении. Рассмотрим это поподробнее. Если к диоду приложить прямое напряжение, то есть к аноду плюс, а к катоду минус, то через диод начнет протекать ток. В этом случае говорят, что диод открыт. Когда к диоду приложить обратное напряжение, к аноду минус, а к катоду плюс, то диод закроется, и его внутреннее сопротивление резко возрастет, а ток протекать не будет. Если же ток через диод протекает в обеих случаях, это значит, что он неисправен. Как еще говорят, пробитый, и его нужно заменить. Также диод считается неисправным, если он проводит ток как при прямом, так и при обратном напряжении. Но такая неисправность случается значительно реже. Теперь вы знаете, чтобы проверить диод, достаточно иметь источник питания и индикатор наличия тока в виде лампочки или амперметра. На практике же гораздо удобнее пользоваться мультиметром. Чтобы проверить диод, необходимо установить мультиметр в режим прозвонки. И подключить измерительные щупы к выводам диода. Давайте возьмем для примера несколько диодов. Первым возьмем диод типа D226B. Это советский диод и наиболее часто применялся в сетевых выпрямителях. Отрицательный щуп мультиметра подключаем к катоду, а положительный к аноду. И смотрим на показания мультиметра. Указанное значение на мультиметре указывает сопротивление ПН-перехода диода. Теперь подадим обратное напряжение на диод к аноду. Мы подключаем отрицательный щуп, а к катоду положительный. И смотрим на дисплей. На дисплее мультиметра у нас отображается единица, что означает разрыв или же бесконечно большое сопротивление. Как видим, данный диод рабочий. В одну сторону он проводит ток, а в другую не проводит. Возьмем другой диод. Следующий тип диода 1N4007. Соединяем измерительные щупы с выводами диода. В данном случае мы подали прямое напряжение. И видим сопротивление ПН-перехода этого диода несколько меньше предыдущего. Теперь обратное напряжение и видим опять бесконечно высокое сопротивление. То есть, этот диод также рабочий. Теперь возьмем диод серии D9. Такие диоды применялись в детекторных приемниках. Основным их преимуществом было то, что у них сопротивление ПН-перехода значительно меньше остальных видов диода. Подключаем. Обратное напряжение. Видим бесконечно высокое сопротивление. И теперь прямое напряжение. И видим сопротивление ПН-перехода данного диода минимум в два раза ниже сопротивления предыдущих диодов. Такие диоды выполнялись из Германии, в отличие от предыдущих, которые выполнялись из Кремния. Преимуществом же Германии является его меньшее сопротивление по сравнению с Кремнием. Однако полупроводники из Германии уступают по стабильности характеристик при повышении температуры. Точно таким же способом определяют и исправность света диодов. Подключаем прямое напряжение. Диод горит. При обратном напряжении естественно диод не горит. Либо если диод пробит, перегоревший, то он также не будет светиться. Также мультиметром можно определить и сами выводы диода, не зная их обозначения. На данном диоде присутствует обозначение анода и катода. А на диодах типа 1N4007 серебряная полоска обозначает катод. Если же взять диод D9, то у него зеленая полоска будет обозначать анод. То есть метка может указывать как на анод, так и на катод. Для того, чтобы точно определить это, мы подключаем положительный щуп к одному выводу, а отрицательный к второму. Если ток проходит, значит мы подали прямое напряжение и соответственно вывод, которому мы касаемся положительным щупом является анодом, а оставшийся вывод катодом. Теперь давайте определим исправность диода непосредственно плате. В некоторых случаях проверить диод на плате с помощью мультиметра можно не выпаивая его. Однако в преимущественном большинстве придется выпаивать один из выводов диода. Рассмотрим это поподробнее. Определить исправность диода, не выпая его из схемы, можно только в том случае, если для протекания измерительного тока мультиметра отсутствуют другие пути, кроме как через сам диод. Для этого обязательно необходимо отключить источник питания, так как через его внутреннее сопротивление образуется путь для протекания тока. Например, если мы подключим диод последовательно с источником питания и резистором, то проверка исправности диода не даст правильного результата. Давайте просмотрим это. Синий провод у нас минус источника питания, а красный плюс. Источник питания в данном случае крона, 9 вольт. Проверяемый диод исправен. Однако, если мы на него подадим обратное напряжение, мультиметр раздаст звук, который будет говорить о том, что диод пробит. На самом деле диод не пробит, а измерительный ток мультиметра проходит не через диод, а по пути наименьшего сопротивления, через внутреннее сопротивление источника питания. Если же мы вытянем одну клемму источника питания и проверим диод, то мы увидим бесконечно высокое сопротивление, что будет говорить о том, что диод исправен. Если приложить прямое напряжение, то мы видим, что диод исправен. Если же диод шунтирован другим элементом, например конденсатором, либо резистором, либо схема очень сложная и разветвленная, и нельзя уловить шунтирован диод, либо не шунтирован, тогда для адекватной проверки диода необходимо выпаять один вывод. Но все же рекомендуется всегда выпаивать один вывод диода. В данном случае мы рассмотрели, как проверять исправность диода с помощью мультиметра. Однако, если использовать осилограф, то ориентируясь на форму и величину напряжения, можно не выпаивая диод из платы, определить его исправность. На этом все. Спасибо за внимание. Далее смотрите, как проверить диодный мост с помощью мультиметра. Всем пока. До новых встреч.